Здравствуйте, дорогие друзья! Быстро, но вкусно. Девиз сегодняшнего ролика. Почему быстро и вкусно? Потому что я уже предварительные заготовки сделал. Ну, так получилось. Я был на даче. Тестировал тандыр и, соответственно, запекал перец. Перцы у меня очищенные, запеченные. Я думаю, что никого не надо учить, как запекать перцы на высокую температуру. В тандыр или на мангал на углях. Все обгорело. Может даже горелочкой пройтись. Потом в пакет или в емкость закрыть фольгой. Дать постоять хотя бы пару часов. Она отсыреет, кожица отойдет. Все, потом руками снимаете. И получаются вот такие вот пластинки печеного вкуснейшего перца. Потому что вот это, Тимур мне пишет, значит, товарищ говорит, он взял ломтики квадратные, знаете, нарезанный сыр. Бывает тоненько-тоненько такие квадратики. Положил вот эту штуку и в рулетик завернул. И так откусил и показывает мне. Говорит, типа, просто ничего больше не надо. Сыр и перец. И все. Ну, соответственно, я увидел эту картинку. Думаю, я же в болгарском ресторане. Этот салат сам ел. Милка Русева, шеф-повар. Упочевала меня и говорит, вот это, вот это просто, но очень-очень вкусно. Да из-за того, что просто, давайте я сейчас еще, знаете, что сделаю? Я еще заморочусь на подачу чуть-чуть. Но чуть-чуть, знаете, сильно морочиться тоже не буду, потому что нужно массу цветовых заготовок. Для того, чтобы прям совсем заморочить. Итак, значит, у меня есть печеный перец, который, соответственно, я нарезаю вот такой соломкой. Ну, произвольно, знаете, кто пошире, кто поуже, кто потолще, кто поменьше. Я специально взял большую тарелку плоскую. Кольцо. Сим-сим, откройся. Что за голландцы придумывают какую-то, блин, коробочку для колец? Тихо-чего. Каждый раз матерюсь. Кольцо выбираем, значит, как-то характерно, знаете, объему тарелки. Нет, все-таки самое большое должно быть. Объясню почему. Уже кольцо, выше рост салата. Шире кольцо, более, знаете, пространственное размещение ингредиентов. И низкое, да? Теперь берем и всю эту соломку перемешиваем. Получаются такие червячки. И, соответственно, выкладываем вот сюда. Нам нужно, чтобы у нас была такая плоская поляна. Теперь брынзу. Именно брынзу. Сербская, не сербская. В общем, главное, чтобы это был соленый. Слюна брызгнула. Рассольный сыр. Брынзу можно как угодно. Какими-то кубиками. Хотите хаотично, можете руками размять. Тоже неплохо получается. В общем, на ваше усмотрение. Здесь творчеству, так сказать, дорога. Знаете как, вот так. Вы когда смотрите в расфокус глаз, умеете так делать? Глаза в расфокус раз. У кого-то расфокус там текущее состояние глаз. Значит, очки снимаете, все в расфокусе. Вы должны в расфокусе посмотреть и понять, как должно у вас лежать так, чтобы было вам, ну вот прям, красиво глазу. Как только более-менее равномерно по картинке получается, но они должны быть не ровно все стоять. Должны все так, знаете, плясать, пляшущие человечки. Потому что как только у вас два рядом ровно стоят, вы сразу понимаете, что размер разный и так далее. Это все нужно как-то так нивелировать. Один, знаете, ближе, другой дальше, к краю и так далее. Теперь самое вкусное оливковое масло какое-нибудь. Берите, какое у вас есть. И все это поливаем, поливаем маслом. Масло должно немножко стечь внутрь и выйти из-под кольца. Но мы это так, как бы это правильно сказать, мы этого в любом случае добьемся, когда снимем кольцо. Теперь это готово, это готово. Есть вот такой очень хитрый один лайфхак, который, я не помню, наверное, не показывал ни разу. Нужен очень острый нож. Прям реально острый. Бритву можете у папаши стащить. Смысл в чем? У брокколи очень классные соцветия, вот эти вот самые крайние. И вот когда вы их подрезаете, видите, они рассыпаются и получается зеленая такая крошка очень красивая. Вот этой крошкой можно специально украшать. Потому что повара именно ей пользуются. Знаете, брокколи можно в пюре перебить куда угодно. Что угодно сделать, да, вот с этими остатками. То есть меню там прорабатывается так, чтобы на какое-то блюдо вот эти все соцветия были срезаны. Потом опять же можно закрасить шпинатом всегда брокколи. Ну, чем угодно. Смотрите, что получается. Мы даем вот такие вот маленькие зеленые вкрапления. Ну и по вкусу, они же сырые. В таком маленьком объеме вы их никогда там не почувствуете. Потому что перец все равно будет хрустящий, кремовый сыр. Вот эти вкрапления какие-то зеленые. Вообще будет прям огонь-огонь. И все. Теперь аккуратно снимаем. Смотрим. Ну, вроде бы форма сохранилась. Масло там где-то подтекает. Оно сейчас еще больше подтечет. Все супер гуд. Понятно, что если мы говорим про красивую подачу, то безусловно должна быть микрозелень у вас. Но вот без микрозелени красивая подача всегда, увы, неполноценная. Сейчас в регионах очень много продают микрозелень разную. Значит, вот у меня тут в магазике тут микс подсолнечник, горох и амарант. Вот подсолнечник неплохой, кстати. Все, ставите. Несколько зеленушечек. Алиса. Что ты нам мешаешь? Кладем несколько ростков просто для визуального, так сказать, оформления. Все, больше лишнего, ничего не надо. Я смотрю, какие-то такие вот лайфхаки даю, потом благодарные зрители присылают мне там. Типа, чувак, я сделал так же, как и ты. И там кто-то бахнул вот по этой штуке. Вот тут на стол просто фауст залетел. И куски как бы чего-то, какой-то еды упали на тарелку там, да? Подобрали, прислали. Не, если украшаете, то нужно очень аккуратно. Очень аккуратно за балансом следить за всеми делами. Нельзя закидать все, покрыть шапкой зелени. Ну, то есть можно. Это тоже есть такая подача. Когда вы берете, выстраиваете, например, тот же сыр там или какие-то дополнительные кусочки манго сюда внедряете, делаете такую в купол пирамидку друг на дружку, да, ставите, то, возможно, нужно взять листья. Но это должна быть либо настурция, либо, например, какой-нибудь, что у нас там еще с красивого листья? Листья щавеля или листья кислицы. И навтыкать просто так, чтобы получилась прям шапка. Есть такая подача. Но когда у вас ни шапка, ни перешапка, ни три волосины, там получается ни туда, ни сюда. Должно быть либо три волосины, либо шапка. Вот это промежуточных, это типа ты что-то переборщил или не добавил, или наоборот. Все. Вот такая вещица. Это печеный перец, сербская брынза и оливковое масло. Всего лишь три ингредиента. Украшения я не считаю сюда, потому что это, так сказать, просто был лайфхак сегодняшнего ролика. Как вы понимаете, это врушить штуку я не буду. Кому лень запекать, заморачиваться с перцем, в магазине продается банка вот такая. 89 рублей вот я у себя покупаю. Он уже печеный, на гриле, даже немножко с дымком таким. Вот вы его берете и все, он уже очищенный. Шинкуете, делаете. Все, просто, вкусно. Приятного аппетита и пока!